Владимир Борисович, вот вы уже почти 20 лет на разных телеканалах, в прессе рассказываете курянам о исторических зданиях. А чего за это время вы ни разу не касались? Да, вот есть такие объекты, в том числе и воинские казаки. Вроде бы и хотелось о них рассказать, но как-то не доходили руки. Царь даже прикоснулся к проекту этого городка. Архитектор запланировал строительство этого городка на северной стороне нынешней улицы Дзержинского. Ну а вот Николай I бывал до этого в Курске, достаточно его хорошо знал. И он решил перенести строительство городка на южную часть улицы. Когда же сюда впервые пришли строители? В 1750 году. Для сооружения зданий по проекту архитектора Михаила Григорьева, утвержденному еще царем в 1848 году. С чего началась стройка? Ну в первую очередь надо было соорудить большой корпус военных казан. А затем еще построить флигель, цейкгаус, экзерцергаус. Кто взялся за сооружение столь крупного по тому времени объекта? Подряд на строительство городка взял харьковский купец Ренченков. Кто контролировал ход строительства? Эту обязанность взял на себя архитектор Сербин. Кто должен был расположиться в построенных корпусах? В главном корпусе размещался гарнизонный батальон. В другом поменьше. Инвалидная команда. Ну а в третьем корпусе размещались офицеры. В каком стиле были выстроены здания? Они отразили в своем облике так называемый Николаевский стиль эпохи. У всех зданий был один и тот же канареечный вид и унылый ритм парных окон с большим полукружием наличников над ними. В главном корпусе была устроена военно-покровская церковь. Какое воинское подразделение здесь располагалось достаточно долго? Ну в первую очередь хочется упомянуть 123-й Козловский полк, который в 1897 году, кстати, отметил столетие своего создания. Здесь же были и другие обитатели. Во время русско-турецкой войны, когда воинская часть отправилась на юг, в пустых казармах разместили пленных турок. Кстати, их содержание было не особенно тяжелым. Они могли даже выходить на улицу, общаться с курянами. Ну вот, завезли ТИФ в город Курск. Что стало с этими казармами после Октябрьской революции? Им было присвоено имя организатора Октябрьского переворота Льва Троцкого. Что случилось с казармами во время Гражданской войны? Вот до 1926 года они сияли черными впадинами окон. После восстановления что здесь находилось? Здесь разместилась сводная батарея, комендантский взвод, школа младшего комсостава и клуб артиллерийского полка. Позже здесь находился 18-й пехотный полк. Потом его сменил 165-й. Владимир Борисович, а кто из известных людей бывал на территории этой воинской части? Всех перекрывает одно имя. Здесь в 1919 году служил молоденький красноармелец Никита Хрущев, будущий глава СССР. Очень интересно. Спасибо за рассказ. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова